Сегодня мы с тобой рассмотрим более эффективное упражнение на большие ягодичные, чем болгарские выпады. Почему я не использую болгарские выпады и какая есть более эффективная, а самое главное, менее травмоопасная альтернатива? Меня зовут Анастасия Новикова, я тренер-эксперт по женскому фитнесу. И сегодня мы с тобой поговорим про болгарские выпады. А именно я хочу рассказать, почему я не использую это упражнение в своей практике. Разновидностей выполнения выпадов существует очень много. Выпады со штангой, выпады в смите, выпады широкой постановкой, узкой постановкой, выпады на заднюю ногу, выпады в ходьбе, болгарские выпады, воздушные выпады и так далее. Но все эти упражнения имеют одну схожую особенность. По сути у нас с вами форма движения одинаковая. Именно поэтому и называются все эти упражнения выпады. Но есть некоторые вариации выпадов, которые в принципе являются травмоопасными и неэффективными. Так, например, стоит упомянуть выпады в ходьбе. Выпады в ходьбе это одно из самых травмоопасных упражнений, особенно когда мы выполняем его с каким-нибудь дополнительным утяжелением. Я никогда не использую это упражнение в своей тренировочной программе. И также не даю это упражнение моим ученикам. Почему? Потому что когда вы каждый раз делаете новый шаг, по сути каждый раз ставите ногу по-разному. Меняется угол наклона корпуса, меняется угол в колени, постановка стопы. Мы не можем, как бы мы не были высоко натренированы и имели очень высокую нервно-мышечную связь, но мы не можем постоянно соблюдать одинаковый вектор нагрузки при работе в ходьбе. Именно поэтому такое выполнение упражнения, оно менее эффективно. Это связано с ресинтезом АТФ и источниками энергии, потому что когда вы делаете выпады на месте, мы фиксируем постановку стоп, мы фиксируем положение корпуса и, конечно же, угол в колени. Таким образом, мы целенаправленно постоянно работаем над одной локальной мышечной группой. В то же время, когда мы делаем выпады в ходьбе, то нагрузка у нас, она постоянно размазывается, так как все перечисленные факторы постоянно меняются. Именно поэтому данное упражнение является неэффективным и, самое главное, травмоопасным, потому что, работая с дополнительным весом в ходьбе, очень легко можно травмировать свои суставы. Поэтому я рекомендую это упражнение, в принципе, исключить из своей тренировочной программы. Но сегодня мы с вами хотим поговорить именно про болгарские выпады и какая есть альтернатива этому упражнению более эффективная. Болгарские выпады отличаются от обычных классических выпадов на месте, либо работы в смите тем, что, по сути, у нас с вами задняя нога, она как бы не рабочая. То есть мы акцентируем внимание на работу передней ноги и, естественно, ягодицы нашей рабочей ноги. Но я считаю, что данное упражнение, оно тоже является достаточно травмоопасным и менее эффективным. Почему? Когда мы делаем болгарские выпады, у нас положение корпуса достаточно не зафиксировано. Очень сложно держать равновесие, когда задняя нога на весу. Кроме того, задняя нога у нас идет в невы... идет, стоит, лежит. Получается, что у нас колено задней ноги не зафиксировано, так как мы все время теряем равновесие. Соответственно, выполнение такого упражнения требует очень хорошо развитую нервно-мышечную связь и развитые мышцы-стабилизаторы. Как альтернативу болгарских выпадах, в своих тренировках я предпочитаю использовать воздушные выпады или подъем на кубе. По сути, форма движения абсолютно одинаковая. Но воздушные выпады более эффективны с точки зрения проработки большой ягодичной. Почему? Потому что задняя нога, она свисает, на нее вообще нет никакой нагрузки. И второй момент это то, что благодаря тому, что задняя нога свисает, и мы делаем подъем на куб или воздушные выпады с возвышения, мы с вами можем увеличить амплитуду. Увеличить амплитуду и просесть намного ниже. А именно это позволяет нам мощно акцентировать нагрузку именно на большую ягодичную. В первую очередь обратите внимание, пожалуйста, на то, что наша стопа должна быть перпендикулярна нашим кистям. Если вы поставите вашу стопу сильно назад, то вы просто-напросто будете заваливаться вперед и включать переднюю поверхность бедра. Итак, мы зафиксировали. Теперь еще один важный момент. Упор мы делаем пяткой. Толчок мы тоже делаем пяткой. Я рекомендую потянуть носок на себя, чтобы он был максимально натянут на себя. При этом смотрите внимательно. Когда вы ставите вот таким вот образом стопу и пятка свисает, это ошибка. Толчок и опора должна быть в пятку. Зафиксировали наш хват. Теперь откинули корпус назад. То есть ручки у меня максимально прямые. И мы уводим весь наш центр тяжести максимально назад. Задняя ножка тоже у нас откинута назад. Таким вот образом работать это ошибка. Увели таз назад, увели заднюю ногу назад, руки прямые. Поясницей небольшой естественный прогиб, спинка ровная. Теперь мы фиксируем максимально нашу голень и просаживаемся вниз. Делаем вдох, на выдохе поднимаемся вверх, не высоко. Толчок с пятки. Фиксируйте, пожалуйста, голень. Вот эта часть должна быть полностью зафиксирована. И я прекрасно тебя понимаю, что если ты уже давно занимаешься и нашла свои любимые упражнения, иногда очень сложно пробовать что-то новое. Но почему бы не выйти немного за рамки наших тренировочных шаблонов и попробовать новое упражнение? А вдруг оно тебе действительно понравится? Ну а если ты уже давно смотришь канал и знаешь, что такое куб, во-первых, я прошу тебя поддержать. Нас в комментариях для того, чтобы девчонки, которые еще не пробовали это упражнение, могли почитать отзывы и, возможно, они натолкнут их на то, чтобы попробовать все-таки новое упражнение. Ну и если ты делаешь и болгарские выпады, и куб, то я хочу дать свой совет как эксперта. Выбери все-таки одно упражнение, потому что, по сути, это два взаимозаменяемых упражнения, но воздушные выпады, зашагивание на куб и подъем на куб намного более эффективное, менее травмоопасное упражнение, чем болгарские выпады. Это был ваш фитнес-тренер Анастасия Новикова и канал о женском тренинге. Обязательно оставляйте комментарии, поддерживайте, пожалуйста, мои видео и пишите темы, которые вас интересуют для съемки следующих видео. Пока!